Нервные какие-то, ну правильно, то траву курят, то алкоголь употребляют, поэтому неудивительно, что у них у всех нервы расшатаны. Как эпично-то получается, там патрули, здесь патрули, и Зорин прямо внутри. Наконец-таки нагиб! Иди нафиг, док, я не люблю нагиб. Я, конечно, люблю, но не тогда, когда меня гнут, а когда я гну. А я люблю, когда тебя гнут. Санёк напакостил и уходит, красава вообще. Как шкодливый кот, знаете, на сал в туфлю и спрятался. Приветствую, друзья, с вами Айболит. Мы вместе с доком продолжаем проходить игру партизаны. Мы сегодня, можно сказать, вышли на новый уровень, ведь мы идём взрывать железнодорожный мост. Это задача для настоящих партизан. Получится у нас или нет, смотрите в этой серии. Пришли. Давайте осмотримся и ещё раз пройдёмся по плану. До левого берега нам не добраться, поэтому идти будем дворами по правому. Мост охраняют с обеих сторон. Похоже, боятся диверсии и как следует укрепились. Приятно, что нас воспринимают всерьёз. Когда уничтожим охрану, нужно будет заминировать мост в трёх местах. Потом отойдём на безопасное расстояние и будем ждать эшелон. Заросли на другой стороне подойдут. Вид оттуда будет отличный. Не всё так просто. Придётся расчищать себе дорогу к мосту. И чувствую, охраны будет много. В этой миссии я лишь частично буду пользоваться стелсом. Думаю, перестрелок будет много. К тому же я взял нашего медика с двухстволкой. Трофима. И, судя по всему, не зря. Тут мины стоят. Мины мы обезвредим и пустим против того, кто их поставил. Трофим, давай начинай разминирование. Так опасно, опасно. Ну ничего. Мы до тебя ещё доберёмся. Только отвернись. Трофим у нас брутальный медик. Не знаю даже, стоит ли этих полицаев убивать или просто пройти вперёд. Давайте посмотрим, что здесь вообще такое происходит. Несколько дворов, как я вижу. В основном здесь стоят полицаи. Не особо сильный противник. Хорошая здесь позиция, кстати, у Трофима. Я вот думаю, может быть, взять этих трёх полицаев и да за ружьишко Трофима одновременно-то как жахнуть. И, возможно, его даже никто не услышит. А если услышит, то мы подведём своих бойцов. Например, вот Фетисов, становись сюда. Здесь ближняя средняя дистанция. А Зорин отправится за этот камень на случай неприятностей. Не скажу, что в этом дворе здесь много охраны. Так что можно попробовать. А ну-ка, Трофим. Давай. Вот. И прячься. Лучше прячься сюда. Так, аккуратненько. Вот так много чего-то у вас здесь. Так, Трофим. Отлично. Подстрахуем. Подстраховка. Давайте, ребята. Чё-то, блин, как-то много вас тут. Трофим. Ранили. Зорина ранили. Фетисов, давай сюда. Чё-то как-то, блин, всё пошло не по плану. Давай, Фетисов. Опасно, опасно очень. Трофим справился. Чего-чего, а Трофим молодец. Вот это стелс у тебя. Блин, да вообще. Я планировал не настолько жёсткое начало. Так, опасно. Фетисов тут. Так, давай, Трофим, попробуй обойти со спины. Ой-ой-ой, по нему стреляют. Молодец. Молодцы, ребята. Только Зорин пострадал. Но не выдержал. Зато у Трофима не царапинки. Вот это опыт. Что вы хотите? Трофим, ты медик, давай врез и Зорина. Всё, отлично. Подлечились мы немножко и двигаемся дальше. Так, тут трое немцев. Ну ладно. Это не так уж и страшно. У нас же есть Трофим с дробовиком. Так, а вот ещё, смотрите, трое. Интересно, а если они вместе будут, а Трофим будет сидеть в этом кусту? Он их всех ваншотнет или нет? Ммм, интересно. Можно попробовать, кстати. Трюк такой проделать. Представьте себе, шесть сразу. Это круче, чем троих. Ну, с таким дробовиком, как у него, двустволком. А можно сказать, у него ДП-12 в руках. Так что очень опасно. Так, патруль возвращается. Ну что? А медик наш имбовый, давай-ка попробуй. Вот это круто! Давай, мочи его! Стреляй! Давай, давай, давай! Минус пять и потом ещё минус один. Мне кажется, Трофим подрубил. Мне тоже кажется, док, что-то слишком. Он уже, наверное, минус пятнадцать сделал. Блин, даже на РМ я не всегда так играю. Причём совершенно не пострадал вообще. Вообще не царапинки на нём. По-любому какие-то секретные читы скачал. А с другой стороны, с таким медиком нам ничего не страшно. Продвигаемся дальше. А мы видим, как едут пушки на фронт. Эти пушки будут стрелять по нашим бойцам, к сожалению. Ну ничего, недолго вам ехать. Скоро мы этот мост взорвём. Правда, сделать нам будет это не так уж и просто. Довольно большая тут охрана, поэтому какой бы имбовый Трофим не был, надо вести себя прилично. Здесь не ружьё, здесь пулемёт нужен. Знаешь, Дук, тут, по-моему, даже пулемёт не поможет. А тут довольно много противников. И они очень хорошо вооружены. Так что будем действовать тут по стелсу. Насколько будет возможности, сделаем минуса. И там уже атакуем из засады. Например, вот этот фриц, он стоит, как бы просится сам. Убейте меня. А продвигаемся дальше. Зорин сегодня будет у нас стелс-мститель. А Трофим не стелс-мститель. Да всё-таки вас здесь многовато. Давайте будем по одному вас забирать. Так, снайпер. Вот этот снайпер зашёл в дом, и здесь ещё есть дверка. И он стоит спиной. То, что нам нужно. Вот так вот. А кто там следующий на очереди? Так, тут ещё двое. Да, и они смотрят прямо туда. Ну, кстати, он не видит вот этого. И в следующий раз, когда он уйдёт, мы вырубим этого негодяя. Давай, Зорин! Здесь вот, кстати, пулемётчик есть у немцев. Это очень и очень опасно. Если он начнёт стрелять, то мало нам не покажется. Если нет идей, ничего не помогает, жизнь плоха и уныла, берись за бутылку. Ну, то есть я имел в виду, используя бутылку как оружие. Этим Зорин у нас и займётся. Давай, Зорин, ставь сюда бутылку и будем ждать немцев. Да ещё и постараемся нашу бутылочку сэкономить. Так, увидит он. Увидел, отлично. Ждём, ждём тебя. Так, только смотри, не просеки Зорина. Вот, отлично. Зорин, хватай его. А вот их всё меньше и меньше, и они нас пока не засекли даже. Да здесь больше минусовать, по-моему, не получится. Я придумал сделать такую засаду. Довольно рискованную, но если получится, мы буквально в считанные секунды всех здесь положим. Я уже предвкушаю нагиб. Док, лучше предвкушай мою скорую победу. Обычно так у тебя не получается. А вдруг, а вдруг в этот раз получится, я надеюсь. Задача Фетисова убить вот этих двух негодяев. Зорин находится на самой дальней позиции. И в случае чего ждём от него снайперский огонь. А Трофиму досталась самая напряжённая работа. Нужно убить сразу троих. Из них один пулемётчик. Если у него не получится, у нас будут огромные проблемы. Ну, Трофим, готов? Ех, лишь бы дробовичок твой не подвёл. Лишь бы сваншотил. ДП-12 всегда ваншотит. ДП в Варфейсе ваншотит. А вот насчёт этой игры я не уверен. А вот этот момент. Я долго этого ждал. Давайте, ребята. Вперёд. Нападаем. Стреляем. Пулемётчик в живых остался. Очень опасно. Очень, Трофим, живи. Тащите, ребята. Тащите. Пулемётчик в живых остался. Очень опасно. Очень. Давай, уходи. Переходи в другое укрытие фетисов. Так, пулемётчик минус один. Зорин. Так, фетисов, давай. Гранатку. Ёлки-палки, взорвали Трофима. У фетисова нет патрон. Уходи, уходи. Собака бежит за ним. Собака очень опасна. Да что ж такое-то, блин? Блин, собака всех нагнула. Да как так-то? Собака тоже читы подрубила. Да я вообще в шоке. Как так-то? Одного за другим нагнуло всех моих партизан. Блин, это очень опасно. Надо что-то с собакой делать. А всё так хорошо начиналось. Ну что, попытка номер два. Нужно, чтобы всё произошло одновременно. Для большей эффективности. Трофима, не подведи. Давайте, ребята. Тащите. Есть! Минус три, Трофим, красавец! Окружаем! Красавцы, молодцы! Пулемёт надо занять. Пулемёт. Кто у нас пулемётчик главный? Фетисов пулемётчик занимай. Только как-то ты занял, да? Неправильно. Так вот, настроил я пулемёт правильно. Ждём собачку. Ждём нашу любимую собачку. Так, идёт, идёт собачка, попробуем. Фетисов готов? Ага, что-то не так. Они поняли, что сейчас их ждёт нагиб. Или твой нагиб. Стреляйте! Собаку мочи! Есть! А, красавец! Трофим подстрелил! Вот это настоящий охотник! Вот молодец! А чё-то, блин, Фетисов как-то не стрелял особо. Я даже не видел, он подстрелил вот этого немца или не он. Ну, собаку-то точно подстрелил Трофим. Так что всё замечательно. Ну что ж, со второй попытки хотя бы у нас всё получилось, и то хорошо. Настала пора заложить взрывчатку на нашем мосту. Давайте этим и займёмся. Фетисов справился? Трофим, совсем какой-то тормоз! Не тормоз, а пенсионер! Надо уважать старших, дуг! Заросли на другой стороне подойдут. Вид оттуда будет отличный. Я думаю, имеет смысл подманить этих фрицев в засаду. Пускай сами идут к нам. Трофим встаёт за пулемёт. Рядом ещё и Фетисов на подстраховке. А выманивать идёт Зорин. У него дальнобойная винтовка. Он стрельнёт буквально один раз, и потом просто убежит. Давай, Зорин! И вали оттуда, вали! Беги, Форест! Зорин, прячься за кубик. Главное, чтобы у нас всё получилось. А ну, Трофим, давай, зажимай гашетку! Давай, жми, жми! Кнопку зажал, скилл показал! Мощно, мощно, очень мощно! Пулемёт прямо вообще замечательно себя показал. Всё, собственно, мы, по-моему, вообще всех перебили на карте. По-моему, такое у меня в первый раз. Дело мы своё право сделали. Осталось только взорвать мост. Ну и, разумеется, посмотреть, как это у нас всё получится. Я думаю, зрелище будет замечательное. А вот и всё, ребята. Миссия пройдена. Ну что, товарищи партизаны, с почином восстановление моста займёт у них какое-то время. Ну вот, это им не комариный укос. Будем продолжать в том же духе. Душа радуется за наших партизан, а выполнили довольно сложное задание. Ты с чатаком прошёл, так нечестно. Это недоказуемо, док. Трофим, по-моему, просто очень скилловой и опытный игрок. Я думаю, не единожды брал первую лигу. Водушевлённые нашим новым приключением, продолжаем обустраиваться на базе. Хозяйственные дела от нас никуда не делись. Больше людей – больше проблем. Почему-то пропала функция лесозаготовки, непонятно почему. Ладненько, придётся без неё пока. Неплохое здесь есть задание, кстати. В награду мы получаем две гранаты F1 и одну наступательную немецкую гранату. Я думаю, стоит рискнуть. Трофим нашёл в лесу схрон с каким-то ценным имуществом и консервами. Похоже, тайник принадлежит кому-то из местных. Забрать продовольствие или постараемся перебиться? Разумеется, забрать! Трофим, давай ты и пойдёшь. Плюс 50 к еде – это очень хорошо. Морозов у нас пойдёт на рыбалку. Ну, а остальные – не знаю. Ну, давайте и готовьте много еды. Больше других опций у меня нету. Ждём следующего дня. А всё замечательно. Три гранатки на складе. Лесозаготовка успешно вернулась в опцию. Поэтому, конечно же, фетисов пойдёт. А вот тут интересно. Рельсовая война. Каждый получит по 2000 опыта. Это очень и очень хорошо. Больше мы никаких трофеев не получим, но это и нам и не нужно. У нас и так склад, в принципе, уже забит. Минами, гранатами и прочими. Давайте-ка. Азорин, Трофим, ну и Валентину давай. 70% – неплохой шанс. Санёк пойдёт у нас на рыбалку. Морозов – курятник. Ну а Белозёрова будет готовить еду. Плохие новости. Волкову на мосту подорвались эсэсовцы. Все погибли. Так это же здорово. Значит, мы своим примером вдохновили кого-то на борьбу с оккупантами. Не вижу причины унывать. А ты подожди пару дней, пока от деревни Головёшки останутся. Глядишь, и для уныния, и для праведного гнева повод появится. Вот и я боюсь. Як бы фашисты на виде игралось на местных. Эсэсовцы за своих люто мстят. Если что, мы придём людям на помощь. Держите нас в курсе. Да, ситуация непростая. А вроде бы радоваться нужно за смерть оккупантов. Но мирные люди могут пострадать. Надеюсь, обойдётся без жертв. Пока суть до дела, займёмся хозяйством. Фетисов по традиции на лесозаготовку. У него скоро уже руки отсохнут от твоей лесозаготовки. Ничего, док, он молодой. Всё будет нормально. А вот Трофим старенький, пожилой. Вот он будет заниматься курятником. Зорина и компанию отправим заниматься пропагандой в деревню. Трофеев нет, но опыт неплохой. Санёк у нас на рыбалку. А Морозов будет готовить еду. Надеюсь, у нас не отравит. Всё обернулось даже хуже, чем мы ожидали. Волковы немцы. А вместе с ними клятый гестаповый Зоболь. Он главный фашистский палач. Про него таки рассказывают, что волосы дыбом становятся. Командир, вы вчера говорили, что мы защитим местных. Кроме нас им никто не поможет. Я от своих слов не отказываюсь. Но противник опасный, поэтому спрашиваю. Есть добровольцы? Так точно. Запишу на свой счёт ещё одного гада. Посмотрим, кто первым до него доберётся. Такие дела, ребята. Сам шеф полиции Зобель решил отомстить мирным жителям за смерть своих солдат. Если мы не вмешаемся, погибнет много жителей, в том числе, которые совершенно ни при чём. Наши отважные партизаны бросаются на помощь. Чем обернётся им их поступок, мы узнаем в следующей серии. А если тебе нравится проходить игру вместе со мной, сопереживать главным героем, иногда совершать какие-то ошибки, но всё же душевно проводить время, то ставь лайк этому видео, подписывайся, чтобы не пропустить новую серию. С вами был доктор Айболит. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!